Итак, научный центр инновационных лекарственных средств Лоградского государственного медицинского университета. Это здание, которое не так давно открылось на Новороссийской 39. Изначально создавали все это в рамках реализации стратегии «Форма-2020» и в эксплуатацию корпус уже ввели, по сути, в декабре 2017 года. Здесь вот основные фотографии. То есть когда-то давно это все планировалось как клиника для ветеранов Афганистана, потом все это превратилось в долгострой. Долго здание стояло абсолютно заброшенным. Но вот получается, что в начале десятых годов все-таки решили создавать на этом месте. Итак, центр создавался для создания и для клинического изучения различных лекарственных средств. То есть туда относятся и инновационные молекулы, которые в том числе создавались и на базе нашего университета при сотрудничестве с химическими факультетами. Других вузов. И здесь же проводятся исследования лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы. Но, тем не менее, все равно могут требовать каких-то дополнительных исследований. Центр включает в себя четыре отдела. Отдел фармакологии и биоинформатики, отдел синтеза и фармтехнологий, отдел персонализированной медицины и клинической фармакологии, отдел экспериментальной фармакологии и токсикологии. Фармакология и биоинформатика предполагают изучение активности лекарственных средств при помощи современных методов скрининга. Туда относится лаборатория высокопроизводительной скрининга и рецепторологии. Это в основном исследования инвитро. Туда же относится лаборатория метаботропных лекарственных средств, то есть лекарственных средств, которые могут оказывать антиоксидантные действия, которые могут использоваться для лечения различных метаболических нарушений, в том числе сахарного диабета и его последствий. И третья лаборатория в отделе фармакологии – это лаборатория информационных технологий фармакологии и компьютерного моделирования лекарств. Основная ее задача – это выполнение скрининга инсилика, то есть прогнозирование активности вещества на основе его молекулярной химической структуры. Отдел синтеза и фармтехнологий – это отдел, который, по сути, включает в себя лабораторию синтеза, лабораторию аналитических исследований и отдел с опытно-промышленным участком. То есть на третьем этаже научного центра есть оборудование, которое подходит для создания готовых лекарственных форм в малых сериях, но в условиях, которые близки к существующим на производствах. Отдел персонализированной медицины – это отдел, который включает в себя лабораторию, например, цифровой медицины и искусственного интеллекта, которую руководит Максим Юрьевич Фролов, лабораторию нейропсихотропных средств, которого возглавляю я, лаборатория фармакокинетики, которой руководит Борис Евгеньевич Толкачев, лаборатория геномных, постгеномных технологий генетического контроля, которую руководит Андрей Валерьевич Стригин. Собственно, персонализированная медицина – это одно из стремительно развивающихся направлений в настоящее время. Ну и, по сути, чем здесь в этой лаборатории можно заниматься? Можно заниматься фармакогенетическими исследованиями, то есть определение того, как различные генетические полиморфизмы могут влиять на безопасность и эффективность терапии. И, конечно же, лаборатория цифровой медицины и искусственный интеллект, она появилась совсем недавно, и Максим Юрьевич Фролов занимается тем, что в этой лаборатории осваивают современные методы работы с большими данными медицинскими, осваивают методики прогнозирования, которые в том числе применяются и в эпидемиологии. И, ну, всячески участвуют в разработке различных современных приложений, предназначенных для контроля отдельных заболеваний. Например, вот из недавнего, возможно, вы даже эту новость видели, про приложения для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И четвертый отдел – это лаборатории, которые занимаются исследованиями безопасности и токсикологии. То есть исследования мутагенных свойств, исследования влияния различных лекарственных средств при длительном дозировании на возникновение каких-то патологий. То есть это оценка именно безопасности лекарственного средства, которое потом может поступить к человеку. Основная информация о научном центре есть, конечно, на сайте. Сайт тоже появился сравнительно недавно, пишется на sales.ru. То есть легко запомнить там, вы сможете ознакомиться с проектами, которые есть в настоящее время. Проектов достаточно много. Это разные области фармакологии с разными конечными точками, с разными, естественно, молекулами, которые исследуют. Некоторые из них уже практически добрались до клинических исследований. То есть в целом, возможно, через несколько лет мы будем гордиться каждым из этих проектов. Ну и самое главное, что у нас есть несравненно авторитетные научные руководители, которые курируют работу всех этих отделов. То есть в первую очередь это Владимир Иванович Петров, который руководит отделом персонализированной медицины, Александр Алексеевич Спасов, руководитель отдела фармакологии, биоинформатики, Иван Николаевич Стеренков, руководитель отдела экспериментальной фармакологии и токсикологии, и Александр Александрович Озеров, который руководит отделом синтеза и фармакологии. То есть это ученые, ну можно сказать, что мирового уровня. И действительно это повод для гордости нашего университета, потому что ни в одном другом настолько авторитетных коллективов, настолько уважаемых и известных ученых, подобными разработками все сразу не руководят. Сейчас научный центр используется в том числе как учебная база, то есть там есть несколько учебных аудиторий, в которых даже проводятся занятия. Но кроме учебы, естественно, это участие в разработке современных лекарственных препаратов. И по сути в рамках научного центра возможно выполнение исследований вплоть даже практически до первой фазы клинических испытаний. И что самое главное, что чисто технически на базе центра можно разработать молекулу от и до, то есть от предсказания ее структуры, от синтеза до создания каких-то готовых лекарственных форм и тестирования как самого действующего вещества, так и отдельных лекарственных форм. В том числе и фармацевтические испытания могут быть, например, тест растворимости, и анализ образцов в полученных клинических исследованиях также возможен на базе центра. И из основных направлений фармакологии в принципе, что можно изучать? Можно изучать как фармакологию, так и фармакинетику, так и токсикологию. Все это распределено в равной степени между четырьмя отделами. И, по сути, можно поучаствовать чисто технически в исследованиях каждого типа, наверное. Что еще важно, что доклинические исследования, как правило, проводятся с животными. Естественно, в Виварии в научном центре есть. Есть и модели с использованием животных in vivo. Но, тем не менее, поскольку это не всегда гуманно-избыточное использование животных, постепенно мы тоже стараемся от этого отходить и заменяем исследования in vivo на различные исследования in vitro. То есть исследования на культурах клеток, на тканевых культурах, на субклеточных фракциях и так далее. В принципе, на текущий момент, наверное, это все. ЦИЛС, в общем-то, мы не скрываем, где он находится, Новороссийская 39. В нем работают представители основных кафедр, которые занимаются именно фармакологией. То есть, если вы уже проходите обучение на соответствующих кафедрах, можно спрашивать ассистентов, доцентов и других преподавателей, потому что на всех этих кафедрах есть научные кружки, и вполне возможно, что для вас найдется место, как в этом всем поучаствовать. Вот, если вы не уверены, работает ли преподаватель в научном центре, можно, опять же, зайти на сайт nsils.ru и посмотреть, потому что там, в общем-то, коллектив, кафедр, коллектив nsils полностью описан, и я не сомневаюсь, что вы там увидите множество знакомых лиц. В принципе, на этом у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok